Ну вот если и со дворами еще определяются, то списки домов, которые подлежат капремонту, уже сформированы. Правда, как считают некоторые собственники, они туда попали по ошибке и платить взносы не хотят. Ну так в Заволуковске местные жители называют свои четырехквартирники домами, так называемые блокированные застройки. То есть с выходом из квартиры сразу на свой земельный участок. Районные власти не согласны. Любовь Болдырева выслушала доводы сторон. Я те же, те же самые, они меня уже все наизусть знают. Они уже просто как, не знаю, как подруги звонят, наверное. Друзьями по несчастью Галина Александровна и соседи стали с тех пор, как стартовала программа капремонта. Их коттеджи тоже попали в список. Все дело в официальном статусе. На бумаге черным по белому – четырехквартирный дом. А значит, подлежит капремонту. Но жильцы против и стали писать главе администрации и в разные инстанции о смене статуса на дома блокированной застройки. Отрицательный ответ согласно жилищному кодексу, что ты-ты-ты-ты-ты. Мы, то есть, все должны платить. Дом, как блокированной застройки, никто не рассматривает. То есть, на этом никто не фиксирует свое мнение. И все его обходят в основном. Двухэтажные четырехквартирники, как у Галины Туравининой в Заводуковске, есть и на улице Революции, и на шоссейной. Центрально ушли, перешли на газ. Нам нечего ремонтировать. Свои дома они многоквартирниками не считают. Поэтому взносы кто-то оплачивает, а кто-то нет. У нас совместного имущества, кроме крыши, нет. У нас отдельный вход. У нас в собственности наша земля. Мы через территорию соседей не проходим полностью, как частные дома. Замглавая администрация округа рассказывает, квадрохаусы или по-простому четырехквартирники. Есть в Заводуковске, поселке Комсомольском, селах Подун и Новая Заимка. Еще в 2015-м часть из них убрали из программы. А те, что остались, по мнению чиновника, не подходят под категорию домов блокированной застройки. Нет такого поменять статус, нет такой комиссии. Мы ничего не придумываем. Мы действуем на основании того законодательства, которое сегодня нам предписывает. Действовать надо так. Мы его изучили, гражданам даем ответы. То есть в разумительной, не две строчки, а все расписываем четко. Для глав районных администраций тоже четко расписано. Всем разослали вот такие документы из областного департамента ЖКХ. Здесь признаки домов блокированной застройки и что такие дома в программу капремонта включать не надо. И на местах стали чистить списки многоквартирников. Это были случаи в Тюмени, Тюменском районе, Амутинка, Тобольск, тот же Заводуковск. То есть непосредственно очень много домов исключались. И они были признаны как изначально ошибочно включенными в региональную программу. Убрать дома из реестра можно и сейчас. И это полномочия муниципалитета. Никакой экспертизы проводить не надо. Достаточно создать комиссию. Именно с такой просьбой жители Заводуковска снова хотят обращаться в администрацию. Но уже коллективно. Любовь Болдырева, Сергей Жирнаков. Тюменское время.